Давайте вспомним с вами, что мы еще на первом уроке модуля сказали, что у нас есть два уровня чтения натальной карты – психологический и событийный. Я решила представить вам эти два уровня через такие иллюстрации, колоритно-экзотическо-тропические, чтобы вам поднять настроение. Итак, два уровня чтения карты – психологический и событийный. И на первом модуле мы работаем с психологическим уровнем. Мы рассматриваем только планеты и аспекты, которые нам еще предстоят. Уровень событий мы будем рассматривать на втором модуле – дома. Теперь представим, что этот психологический уровень разделяется еще на два уровня. Внутренний психологический уровень – это своего рода микрокосмос, это моя психология, мой внутренний мир. И внешний психологический уровень – это макрокосмос. Как я взаимодействую с внешним миром? Внутренний мир – это мои установки, мои реакции, как я отношусь к чему-то. Это мои потребности, моя психика. И это соответствует положению планеты в знаке зодиака. Это то, как я сам вижу функцию планеты, как я хотел бы ее проявить. Это мои истинные установки по функции планеты. Например, Венера в Скорпионе, наша любимая, которая символизирует деньги и партнерские отношения. Я хочу власти в отношениях, я хочу накала, хочу контролировать, хочу много денег, хочу ресурсов других. Я хочу проверить на прочность отношения и деньги. Это базовая тема, глубинная мотивация, на которую наслаиваются аспекты и диспозиторы. Иногда мы видим, что планета в знаке очень амбициозна, когда нам хочется многого добиться. Особенно это касается светил. Например, Луна в стрельце, Солнце в козероге, Луна в козероге. То есть в социальных знаках. Тогда человек не будет ориентирован особо на семью, на дом, на быт. Если эти потребности не удовлетворяются, то фрустрация начинает оплескиваться на жену, на мужа, на семью. Человек становится таким, знаете, экспертом в кавычках, в социальных драмах и скандалах. И тут нужно будет распаковывать, почему рождается агрессия, фрустрация или жертвенность. В этом нам помогут разобраться именно диспозиторы планет. И поэтому, поскольку у нас к положению планеты в знаке еще накладываются, наслаиваются диспозиторы и аспекты, сама планета в знаке непосредственно, это очень средний вообще по силе показатель. Он чаще всего перебивается аспектом, аспектами, если их много, диспозитором. Это просто ваша мотивация планетам в знаке, ваша настройка. И по этой причине рассматривать эссенции планет бессмысленно. То есть какая-то планета в таком-то знаке находится в изгнании, или в падении, или в обители, или в экзальтации. Это все не имеет смысла никакого. Например, говорят, что плохо иметь Венеру Скорпионе, так как это позиция в изгнании. Ну и что? А что вам делать? Она в Скорпионе, вы не можете ее передвинуть оттуда, убрать. Планета в любом знаке – это ваша здоровая мотивация, но она может быть сломана аспектами. Итак, диспозитор – это внешний уровень, который виден окружающим. Это моя внешняя психология. Вообще, когда мы описываем человека, мы описываем его диспозитор. Когда мы говорим, что человек, например, агрессивный, или в отношениях он напористый, давящий, или наоборот, он мягкий, жертвенный, это все диспозиторы плюс аспекты планет и аспекты диспозитора. Диспозитор будет всегда немного перебивать даже аспекты самой планеты. И очень важный момент здесь, когда мы работаем с диспозитором, мы не рассматриваем саму планету конкретно в роли самого диспозитора. Мы смотрим знак и дом планеты диспозитора и ближайшие аспекты диспозитора до 3 градусов, то есть очень узкие аспекты с очень маленьким орбисом. Например, Меркурий в Овне, Овном управляет Марс, поэтому диспозитор нашего Меркурия — это Марс, он находится в рыбах, к примеру, и мы не учитываем то, что это Марс. Мы забываем про это, мы вычеркиваем Марс. Мы оставляем только тот факт, что он находится в знаке рыб и в каком-то доме также гороскопа. Такой интересный момент, который говорит еще раз о том, что не нужно смешивать психологические и событийные уровни. Вы хотите строить отношения по Венере в знаке, и это делаете конкретно по диспозитору в знаке, но жизнь порой жестока, и в итоге вы строите отношения по седьмому дому, по событийной формуле вашей антальной карты, и всю психологию вашу по Венере и ее диспозитору вы будете уже отыгрывать внутри этой событийной формулы. Луна Водолея. Моя глубинная бессознательная потребность – это наблюдать, созерцать, фантазировать, ждать, планировать, и чтобы быть все время в режиме ожидания. Диспозитор моей Луны Водолея во Льве. Диспозитор во Льве что делает? Благодаря этому диспозитору во Льве я буду проявлять инициативу, как лев, ждать результата, привлекая как можно больше внимания к своим проблемам. Люди с ретро-Венерой очень долго выстраивают отношения. Если они сошлись уже с кем-то, то они очень долго расходятся. То есть эти периоды подготовки, периоды переходов от одной фазы отношений к другой фазе очень долгие. Эта Венера дает некую своего рода верность, но это один из признаков верности. Но не в том смысле, что человек предан всей душой, а в том смысле, что он строил отношения очень долго, вложил много сил, и потом ему будет жалко эти отношения разрывать. И, кстати, наоборот, планета в последнем градусе знака, в 27-м, 29-м, 30-м, становится как будто бы ретроградной, если она директная изначально в вашей натальной карте. А если к тому же планета сама изначально ретроградная и находится в последних трех градусах знака, то ее ретроградная фаза еще больше усиливается. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова